Слава Богу! И в начале нашего служения я хотел бы напомнить о некоторых местах Писания, о великом поручении Иисуса Христа. Давайте откроем вместе Евангелие от Матфея, 28 главу. И наш Господь Иисус, 28-19, даже 18, Господь говорит так, «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Давайте обратим внимание, что именно говорит Иисус своим ученикам, своей церкви. Первое, Он говорит, что дана Ему всякая власть на небе и на земле. Он имеет право распоряжаться и небом, и землей. Все принадлежит Иисусу Христу. Он имеет право на любого человека. Он имеет право не только, вы знаете, не только в церкви что-то сказать и повелеть, а Иисус имеет право повелевать и неверующим, и противникам Божьим. Он имеет на это право. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И тот мир, который мы не видим, духовный мир, там тоже полностью все принадлежит, всякая власть на небе и на земле, Иисусу Христу. Поэтому, если мы будем исполнять Его поручение, то Он, другими словами, говорит, у меня в моих руках полное обеспечение ваше, чтобы вы могли исполнить. То есть, может быть, кто-то нам будет противиться, может, у кого-то великая власть или еще что-то. У Иисуса Христа она выше. Говорит, смотрите, у меня это власть. Вы думаете, может, вам не разрешат? Я разрешаю, я вам повелеваю. И вы будете это делать, потому что мне дана всякая власть на небе и на земле. И дальше, следующее, что говорит Иисус, говорит, итак, идите и научите все народы. Поэтому, говорят, великое поручение, научить надо все народы. Еще пока не все народы. Слышали весь Евангелие. Все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, мы понимаем, что такое крещение. Это уже серьезный шаг. Не просто научите, а крестя. Пусть эти народы отдадут себя добровольно Иисусу Христу во власть. Кресту дана эта власть над этими народами, да. Но вы идите и научите людей, что нужно добровольно отдать себя во власти Иисуса Христа. И дальше, говорит, уча их соблюдать, третье, все, что я повелел вам. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Здесь в этом утверждении или в поручении есть, ну, как бы, два утверждения на самом деле. Первое утверждение – это на самом деле «я повелел вам что-то соблюдать», другими словами. Правда? Нам повелел Иисус что-то соблюдать? У церкви есть повеление, как надо жить, как нужно слушаться Иисуса Христа. И это не что-то такое, знаете, какой-то довесок к тому, что мы христиане, что мы ходим в церковь, что мы участвуем в богослужениях, а это должно быть основой нашей христианской жизни, уча соблюдать, вернее, соблюдая учение Иисуса Христа. И отсюда вытекает следующее. Он говорит, я вас научил, я вас учу, продолжаю учить. Дальше говорит, Дух Святой научит вас всему. Но, говорит, вы, учась у меня, соблюдать, учась жить по-христиански, слушаться того, которому дана всякая власть на небе и на земле, и который имеет право учить нас, который имеет право нам повелевать даже, приказывать, он имеет на это право. Говорит, так вот, вы, учась у меня, вы пойдите и научите и других тому же, потому что они тоже обязаны это соблюдать. Сегодня я слышу такие, ну, христианам это нужно соблюдать, но они верующие, ну, это такое дело, могут делать так, могут нарушать заповеди Божии, они же неверующие. Что тут такого? Нет. Иисус говорит, уча их соблюдать, потому что Иисус имеет это право, Он приказывает, Он повелевает, все, что Я повелеваю вам, пусть они то же самое делают. Они тоже обязаны это делать. Может, пока они этого не знают, но они обязаны это делать. И хотелось бы сегодня вот на наше собрание обратить внимание. Вот то, что происходит в собрании, это часть, мы должны увидеть с вами, что мы не просто вот собираемся, мы исполняем часть вот этого великого поручения Иисуса Христа. В том числе и на этих собраниях мы здесь чему-то учимся, правда? Мы не просто, как когда-то к Иисусу зачем приходили? Ну, понятно, те, которые больные, приходили за исцелением, да? Ну, а все прочие люди, чего они приходили к Иисусу Христу? Послушать, поучиться. Мы тоже приходим и желаем слышать голос Иисуса Христа, голос Божий. Через кого бы не говорил Иисус, но мы желаем, чтобы Бог с нами говорил. Мы хотим учиться у Него. И прежде всего, давайте обратим на эти внимание, вот на вот эти слова. Уча их соблюдать. Мы не просто познаем что-то интересное, о, еще интересное. А вот этот брат или эта сестра, или кто-то там, ой, как занимательно все, да? А вот новая тема. Не просто интересно послушать, а зададимся целью. Это надо попрактиковать в своей жизни. Надо это поприменять. Надо прожить это в своей жизни. Надо испытать это на себе. А зачем тогда, если не будем это пробовать? Когда-то Господь говорил через своего служителя, испытайте меня. Это еще в Ветхом Завете. Попробуйте. Попробуйте поступить по моему слову. Поэтому мы учимся для того, чтобы так поступать. И в связи с этим, смотрите, деяния апостолов, у меня как бы скользь, кратко, но мы это все читали, поэтому я думаю, сейчас мы все это вспомним. Смотрите, апостолы, когда начали служение в день Пятидесятницы и дальше, что происходит? А происходит вот что. Они идут и начинают проповедовать Иисуса Христа и говорят, и так охотно принявшие слово Его, там апостол Петр проповедовал, это 2.41 деяния и 42. Принявшие слово Его крестились, то, о чем говорил Иисус, крестились, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. А дальше что происходит? На этом конец? Эти уже крестились, мы пошли дальше крестить. Или что происходит? Нет. Это только начало. Он говорит, «И присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов». А зачем это постоянно пребывать в учении апостолов было? А чтобы научиться соблюдать заповеди Божьи, повеления Божьи. Мы же приходим к Богу, и мы... Ну хорошо, кто в христианской семье родился? И то там могут быть невыясненные, не до конца понятные вопросы. А кто пришел, вот как я, например, когда-то со стороны, из неверующей семьи? Я абсолютно понятия не имел о том, как жить с Господом. И вот для того, чтобы научиться, что нужно? Постоянно пребывать в учении апостолов. Апостолы недаром по повелению Господа нам оставили целую книгу, правда? Новый Завет называется. Это учение апостолов. Иисус своей рукой не записал здесь ни одной строки. Он повелевал апостолам, и они писали. Повелевал пророкам, и они писали. И что они делали? Прибывали в учении апостолов и в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. Смотрите, первое, ученики в первой церкви пребывали в учении апостолов. Дальше молитва. Давайте обратим еще. Сейчас мы будем молиться. Мы будем просить, чтобы Бог с нами говорил сегодня. Мы будем сейчас просить, чтобы Господь говорил и учил нас. А чему? Что мы должны в итоге взять? Вот мы пришли сюда. Какой должен быть итог этого собрания? Мы должны что? Научиться чему-то, чтобы это соблюдать в нашей жизни, а не просто так побыть, поприсутствовать. Поэтому пусть Бог благословит, и мы будем об этом просить, чтобы Бог благословил проповедников, но не только. Написано, не только от проповедей мы назидаемся. Эфесянам 5 глава говорит, от чего мы еще назидаемся. Вот певцы, они же тоже не просто так это делают. Это не развлечение только, знаете, не для того, чтобы, ну, послушать красивую мелодию. О, хорошо, гармонично пели. Слава Богу. Вот. И это приятно. А что еще? А еще написано Эфесянам 5 глава. «Но исполняйтесь духом» 5.18-19 «Назидая себя», «назидая себя», «будуючи себе» украинскую мову, «сбудовывая себя». «Назидая себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Вы знаете, очень важно, когда мы слушаем это песнопение или сами поем, чтобы наше сердце не было закрыто для тех слов, которые мы поем, воспевая в сердцах, чтобы это не было только уста, как там народ приближается устами, сердце далеко отстоит от меня. Ну, чтобы такого у нас не было, я думаю, что такое не должно быть. Или просто мы повторяем слова, песни автоматически, механически, но чтобы рассуждали над этой песней, чтобы подумали, а что за слова там поются. И от этого нам же будет польза, братья и сестры. Мы же будем подкреплены. Нам это нужно. Назидая себя. Себя мы назидаем. И еще молитва. О чем идет речь? Мы читаем и будем молиться. Первая Тимофею, вторая глава написана «Итак, прежде всего прошу совершать прежде всего». Мы с молитвы начали и мы молитвой продолжаем. Прежде всего нужно что-то сказать для народа, то прежде брат молился. Я по-другому не понимаю. Я думаю, братья тоже самое. Прежде всего искали Слово от Господа. Прежде всего была молитва, чтение Слова Божьего, но молитва должна быть. Пели певцы, но они прежде всего «Господи, положи нам на сердце какую песню, да? И благослови нас в этом». Совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись. То, ради чего Иисус и говорил, пойдите и научите все народы. И достигли познания истины. Поэтому мы давайте перед Господом Иисусом Христом встанем в молитве нашей, обратимся к Нему с вот этими просьбами нашими. Господи, мы просим Тебя, Отец Небесный, благослови каждого, кто пришел на это место. Благослови проповедников, благослови поющих и нас всех поющих, благослови нашей молитвой. Господи, мы желаем сегодня слышать Твой голос и учиться у ног Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.